Так, ещё что я хочу подсказать. За пятидневную войну я пришла, что вот именно сегодня началась, и за пять дней вот её быстренько закончили, за пять дней. Теперь я хочу про расклад по Нигеру. Запад не знает, что ему делать с Нигером после переворота в этой западно-африканской стране США и Франция. Это всё сейчас, вот сейчас, 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 сейчас. Я же говорила, что в день освобождения Франции 14 июля, это же я связываю с день взятия Бастилии, а сейчас происходят такие процессы, как колонии французские, они хотят тоже свободы. Тоже свободы. И самое интересное, вот лидеры, лидеры вот этого путча, они же все обучались во Франции, они не обучались в советском пространстве, они обучались во Франции. То есть они вот услышали там всю демократию, то есть они прекрасно оперируют. И почему я Аргентину затрагиваю? А там тоже был путч, там тоже был военный переворот, это было перед Меномом, очень много людей пропало. И там поарестовывали, это типа был, типа знаете, вот такой вот как сталинские репрессии, вот, и тоже там был вот такой вот переворот путч. И потом пришел Меном, и я уже приехала при Меноме. Давайте мы посмотрим, то есть куда бы я ни приезжала, там какие-то революции назревают. И вот здесь вот США, вот здесь где сейчас 50 штатов, я совсем вот вчера или позавчера узнала, что Техас, они вообще объявили, что Байден не их президент. И Техас не бедный штат, у них там нефть есть, и там же есть Одесса, которая вообще здесь в США 10 Одесс, кажется, там 9 или 10 Одесс, но одна только стала процветать, стала увеличиваться в размерах. Одесситы, когда строили здесь железную дорогу, они вот и называли Одессу, Одесса же мама, вот. Ну, Одессы, они маленького местечкового масштаба, то есть что-то может увеличиться в размерах, если найдут, например, нефть или еще что-то, или какие-то полезные ископаемые. Вот, как в Нигерии, там уран. И Нигер, в принципе, кажется, там 20 миллионов, кажется, 20 миллионов, 20, но сейчас и в Украине вот где-то сейчас не больше 20 миллионов жителей, а вот там есть Нигерия, а там 200 миллионов жителей. Просто вот этот вот путь, который сейчас в Нигерии, и Франция, Макрон хочет подавить, и хочет подавить вместе, там ультиматум бы поставлен, сейчас я вам по этому почитаю. Запад не знает, что ему делать с Нигером после переворота в этой западно-африканской стране США и Франция, чьи войска находятся в Нигере, оказались перед тяжелым выбором. Организовать силовое свержение взявших власть военных или пытаться договориться с ними мирным путем. Но за неполные две недели, прошедшие с момента переворота, выяснилось, что ни один из вариантов не работает. В чем же причина? В том, что французы и американцы сразу же не просто заявили о непризнании новых властей и потребовали восстановить в должности свергнутого президента, но и стали грозить санкциями, как не муж грозил, как идиот. В принципе, да, но оно так вот как-то не действует. И санкциями военной интервенции. Не своими силами, но руками соседей Нигеры и стран регионального союза ЭКОВАЗ. При этом все понимают, что именно Париж и Вашингтон будут направлять действия интервентов. Однако угроза военного положения вторжения не только не испугала новые власти в Ниамее, но и вызвала целый ряд последствий, которые только ухудшили ситуацию для Запада. Новый лидер Нигера генерал Чиани объявил о разрыве военных соглашений с Францией и потребовал в месячный срок вывезти из страны французские войска. Лидеры соседних Мали и Буркинафаса поддержали нигерских военных и заявили, что нападение на Нигер будет равнозначно объявлению войны их странам. Заместитель Чиани генерал Моди посетил Бимака и Оагадугу, столицы Мали и Буркинафаса для переговоров с лидерами этих стран. И якобы даже встречался там с представителями ЧВК Вагнер. Потом Сенат Нигерии, главной региональной державы с населением 220 миллионов, в Нигерии 220 миллионов, человек против 25 миллионов в Нигерии. Вы представляете, то есть американцы, Вашингтон и французы, они хотели, чтобы вот соседи там помогли, вы представляете, 220 миллионов, 220, это столько, сколько было во всем СССР, вот 220 миллионов, вообще, представляете, вот количество людей. Так, и не дал согласия на интервенцию в соседнюю страну, и недельный ультиматум Макавас истек, он уже истек, без всяких последствий. Более того, соседний Чад, чей президент Деби приезжал и первые же дни после переворота в Ниами для встречи из Чиани со свергнутым президентом Базума, он собежит здоров, заявил, что не будет участвовать в военной интервенции под руководством Макавас, а лидер северного соседа Нигера Алжира Тибуон выступил против любой военной интервенции, потому что она может воспламенить весь регион. В самом Ниами в минувшие выходные прошел большой митинг в поддержку Чиани. В понедельник в город приехали делегации Мали и Буркинофасы для выражения солидарности с соседним народом. Одновременно появились неподтвержденные сообщения о прибытии в Ниами первых инструкторов Вагнера, потому что пока что и соседний Мали. То есть за считанные дни выстроилась сложнейшая комбинация. Большая часть соседей Нигера против интервенции, а двое Нигерии Бенин за. Хотя, похоже, больше на словах. Последним примыкают еще несколько страны Кавас, но без Нигерии никакая интервенция невозможна. Представляете, какое количество населения? 220 миллионов. Однако Нигерия воевать не будет, потому что интервенция взорвет ее саму. Ведь крупнейший народ и в ней, и в Нигерии это хаус. Хаус или хаус. То есть получится, что нигерийской армии придется сражаться со своими же соплеменниками. Расклад по Нигеру. Да, обе страны многонациональны, но война против мусульман хауса ударит еще и по многоконфессиальному раскладу в Нигерии. Здесь огромные противоречия между богатым христианским югом, Украину напоминает, и бедным мусульманским севером. Только здесь юг и север, а раньше вот запад-восток. Если с Украины вот началось вот на востоке, сейчас перешло на запад, и сейчас вот север-юг. Вот здесь вот и Украину. Я все время, если мне говорили, ты откуда? Я говорила, с Украины, а там холодно. Я говорю, вы что, ребята, я с юга. Вот юг и север, абсолютно две разные. Так. Потеря Нигера станет огромным политическим ударом по Франции, фактически убив ее репутацию в Сахеле. Сахеле, а я в Библии только недавно прочла за Сахел. Сахел вообще это пауза, вот это вот новое слово, которое Сахел, и я не знала, что это такое. Вообще, я прочла, что иудеи говорили, что это ад, так сказать, его Сахелом называют, или страной мертвых. Это Ветхий Завет. Я не знаю, насколько это правда. Это только вот сейчас я стала делать, так сказать, раскопки, оно стало открываться. Потому что в Библии на русском языке слова Сахел вообще нет. Это только на английском и испанском. Я недавно ставила это, вот этот псалом, и такая, ой, это новое слово, я его никогда не видела. Сахел. А здесь дело в том, что эти вот протестанты же они в Африку пришли, там очень много названий именно этих вот христианских. Христианских протестантских. Вот. И интересно, что протестанты говорили за Сахел, потому что они говорят, что это как музыкальная пауза. Так, сейчас французские войска размещены в шести странах континента. После ухода из Нигера останутся еще Джибути, Чадгабон, Сенегал и Кот-де-Вуар. Но учитывая, что за последние годы Париж потерял влияние и выбил контингенты из царма Ли и Буркина Фаса, тенденция вырисовывается очень неприятная. Нигер на ряду с Чадом был важнейшим функтом базирования французских войск. Если Париж не сможет сохранить свое влияние в Нигере, нет никаких гарантий, что он сможет надолго удержаться в Чаде. А потеря Чада будет означать полную потерю возможности влиять на всю Западную Африку. Контингенты в Сенегале и Габоне символические, а Джибути, хотя и базируется на страны Легион, но эта база находится на другом конце Африки. Поэтому Франция хочет любым путем наказать нигерских мятежников, чтобы остановить дальнейший обвал своих африканских позиций. Но сама при этом воевать не хочет, потому что это вызовет взрыв антифранцузских чувств по всему региону и всей Африке. Париж узировал африканцев, что помогает им бороться с террористами и исламистами, забывая добавить, что последняя волна нестабильности в том же Сахеле поднялась как раз после того, как французы сверли Каддафи и развалили Ливию. Привет еще одной войне, которую ни Артур, ни Балюша понятия не имеют. Это был 2011 год. Значит, я 2008 рассказала. Через три года 2011 Ливия была. Но сейчас не 2011 год и тем более не 60-е и 90-е годы прошлого века, когда французские парашютисты могли легко менять власти в освободившихся странах Африки. Франция уже не может позволить себе силовые действия в своей зоне влияния, потому что потеряла и большую часть влияния, и возможности для применения силы. В Африку пришел Китай и вернулась Россия. По-разному, но всерьез и надолго. Не знаю, насколько это будет. Как показывают нынешние события в Нигере, в практически не имеющей связи с Россией стране, в Ниамее не было даже посольства Российской Федерации. Генералы, абсолютно не привязанные к России, говорят, начинают искать ее помощь, а народ выходит на улицы с российскими флагами. Ну, это мы видели. За все это Париж может благодарить только самих себя. К русским обращаются из-за нелюбви к французам, а эту нелюбовь они заслуживают своей африканской политикой. Сначала колониальных, а потом и постколониальных лет. И никакая военная интервенция своими или чужими руками ничего не исправит, да и не будет в итоге. Представляете, вот такая вот. Значит, я затронули вот войны, войны, войны. И вот сегодня, представляете, вот ровно 15 лет со дня пятидневной войны в Грузии. Кстати, я продолжу. 15 лет назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, начался военный конфликт между Абхазией, Южной Осетией, Грузией и Россией. Он вошел в историю под названием «Пятидневная война» или «Война 08-08-08». Грузинские войска обстреляли Цхинвал, после чего Россия вынуждена была вести свои войска. А война продлилась несколько дней, и закончилась победа России. Южная Осетия и Абхазия обрели свою независимость. Саакашвили после долгих лет скитаний отправился в тюрьму. После тюрьмы его в 2015-м он попал в Одессу губернатором, губернатором. Там рулил, потом вот, значит, жил в Нидерландах. Потом Зеленский ему вернул гражданство, а он взял и поехал в Грузию. Он сейчас находится в Грузии. Вот так вот.